Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу показать три классных туториала, после которых вы научитесь составлять вот такой вот скин с бесплатным Headless. Примерно вот так вот он будет выглядеть. Ну и конечно, мы с вами научимся составлять скин в стиле ЧБД. Он у нас с вами будет выглядеть примерно так. Ну и конечно, я научу вас составлять бесплатный мини-скин. И он у нас будет выглядеть примерно так. Ну что, уже заинтересованы? Поэтому заранее ставим лайк и подписываемся на мой канал. И конечно, не забывайте вступать в мой Телеграмчик. Там я каждый день публикую промокоды из наших АФК-игр. Ну что ж, а я начинаю. Поехали! Все еще не знаешь, где можно выгодно задонатить? Гемчикшоп поможет тебе в этом. Это большой магазин в Телеграм, который специализируется на продаже игровой валюты в различных играх. Начиная с Роблокса и Бравл Старс, заканчивая Зипета. Большой ассортимент товаров по выгодным ценам. Множество отзывов от довольных покупателей и собственный чат с обратной связью, где ты можешь задать любой интересующий тебя вопрос. Выбирай нужный тебе товар и пиши продавцу. Успевай задонатить еще выгодней. Ссылку на их магазин я оставила в закрепленном комментарии. Ну и я, ребята, уже перешла на свой второй аккаунт, где у меня находится вот такой вот самый базовый скин. Потому что именно с него мы с вами начинаем свой путь в Роблоксе. И, как видите, на мне все представлено абсолютно за ноль Роблоксов. Ничего я дополнительно не покупала. Ну что ж, давайте теперь начнем с нашего туториала. Смотрите, для нашего образа нам с вами понадобится большое количество черных волос. Поэтому давайте для начала я вам покажу, где мы можем с вами их взять абсолютно бесплатно. Ну и, конечно же, мы это с вами будем делать в самом Роблоксе в каталоге. Для этого мы с вами в поиске пишем название. Free Black Hair. И вот, ребята, смотрите, вот такой вот нам большой ассортимент предлагает Роблокс. Мы с вами можем взять вот такие позиции, которые сейчас заберу к себе в адвентарь я. Во-первых, это, ребята, вот такие вот волосы вместе с шапочкой. Они нам сюда идеально подойдут. Также давайте еще заберем к себе какие-нибудь другие волосы. К примеру, вот эти. Они у меня уже есть в адвентаре. Замечательно. Смотрите, теперь следующие волосы мы с вами будем брать с следующих бесплатных скинов. Пишем в поиске название, точнее имя вот этой девушки. Называется она у нас вот так вот. А именно это у нас Синди. Да, ребята, вот это тот самый персонаж, у которого у нас есть черные классные объемные волосы. У меня она уже есть в инвентаре, но вы можете также тут нажать на фри и получите их себе в Роблокс инвентарь. Следующая у нас девушка с бесплатными черными волосами. Это, напишем, ребята, без ошибок. Так, пишем вот так вот. Skyler. Вот она у нас. Не сразу что-то переводят на русский. У нее тоже есть такая шапочка, поэтому давайте ее приобретем. Но волосы у нее немного другого формата. Ну что ж, ребята, вот смотрите, мы с вами получили наши базовые черные волосы. Теперь давайте перейдем уже наконец-таки к созданию нашего бесплатного Headless. Для этого мы с вами заходим в Роблокс, да. Желательно это делать с компьютера, но я думаю, это также можно повторить и с телефона. Смотрите, сейчас мы с вами будем делать следующие действия. Заходим, ребята, в раздел Head and Body. Затем мы с вами заходим в раздел Skin. И теперь, ребята, у нас, смотрите, здесь есть большое количество цветов нашего скина. Но нам конкретно нужно поменять цвет головы. А для этого мы с вами заходим из кнопочки Advance в кнопочку Standard. Затем, ребята, видим вот эти кружочки. Нам нужно перетащить черный кружочек в кружочек, где у нас написано слово Head. Ну, в общем, ребята, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас мы будем менять цвет нашей головы. И делаем, ребята, цвет у нас абсолютно черный. Посмотрите, уже смотрится очень интересно и как будто бы у нас действительно нету головы. Но этот эффект у нас не будет таким ярким, если мы с вами не наденем черные волосы. Смотрите, для этого мы с вами снова заходим в раздел Hair и переодеваем наши волосы на вот эти вот Orange Bean with Black Hair. Ну и вот, ребята, вы просто посмотрите, как преобразился наш скин. Он действительно стал как будто бы без головы. Посмотрите, насколько это выглядит классно. Мне очень нравится. Сейчас давайте также посмотрим, как эта черная голова будет смотреться с другими черными волосами. К примеру, вот с этими тоже очень здорово от нашего бесплатного персонажа. Ну и, конечно, ребятушки, специально для вас я показываю, где я получила вот такие вот черные шикарные волосы, которые идеально подходят для создания нашего Fake Headless. Здесь сейчас по ссылочке выше вы увидите видосик, на котором я показывала, где я получала эти волосы в бесплатном ивенте. Также, ребята, помимо этих черных волос у меня есть еще из этой игры вот эти, которые тоже сюда неплохо подходят. Также в этой же игре вы можете получить другие черные волосы и, помимо всего прочего, 28 бесплатных вещей. Поэтому переходите по ссылочке выше, там вас ждет туториал вообще подробный, вы все поймете и сразу же получите эти вещи после просмотра этого ролика. Ну что ж, ребятушки, как вам такая идея для бесплатного Headless? Я считаю, очень классно смотрится. Ну и, конечно, куда наш образ без полноценного скина? Давайте его также переоденем, наш скин. Здесь у меня есть другие подборочки с объемными вещами, которые, я думаю, нам сюда хорошо должны подойти. Вот, к примеру, такая вот черная кофта будет практически гармонировать очень хорошо с нашим Headless. Давайте сейчас еще как-нибудь оденемся, посмотрим, что у меня тут есть. Ну и вот, ребята, я думаю, этот вариант сюда очень хорошо подходит, но, ребята, это еще не все. Давайте все-таки сделаем наше body, точнее наше тело тоже черного цвета, чтобы совсем не было перехода между шеей. Вот видите, она вот так вот, если ее отснять, немного видно шею. Давайте ее тоже скроем, для этого снова заходим в этот раздел, в skins, и только меняем цвет нашего торса. Все, теперь наше тело тоже черное, и если мы будем играть в какие-нибудь игры, это будет смотреться более гармонично, когда наш скин будет в движении. Ну что ж, ребята, как вам первый туториал? Я перехожу к следующему, поехали! Ну и в первую очередь, ребята, давайте зайдем в сам Roblox. И сейчас, ребята, мы с вами начнем с наших приобретений, а именно нам нужно с вами будет купить, а точнее не купить, а забрать пару персонажей из каталога Roblox. Пишем название первого персонажа. А называется он у нас с вами Денис. Денис. Вот этот, ребята, чувачок, который мы с вами будем использовать в качестве нашего тела, потому что у Дениса самая широкая спина. Поэтому приобретаем, и идемте дальше за следующим скином. Следующий персонаж нам понадобится для того, чтобы мы забрали у него руки, да. В общем, ребята, вот такое вот название, а именно это у нас Лин-Лин. Лин-Лин. Вот такое вот у нее имя, и мы с вами тоже его забираем. У меня он уже есть в каталоге, как оказывается. Если у вас нет, то просто нажмите на кнопочку Get. Ну и следующий персонаж, который нам с вами понадобится, это у нас обычная девушка-вумен. Она у нас у всех по стандарту есть в каталоге, поэтому я ее в поиске искать не буду. Ну а если у вас ее вдруг нету, хотя это практически невозможно, можете ее получить в Roblox. У нее мы будем брать наши ножки. Ну что ж, ребятушки, следующее, что нам с вами понадобится, это, конечно же, голова. У меня она уже есть в каталоге, но если у вас ее нету, нам с вами понадобится зайти в Classic Hat и приобрести голову вот в таком круглом стиле. Раунди, голова. Ну а теперь давайте, наконец-таки, соберем нашего персонажа и оденем его. Что самое важное, это одеть правильную одежду. Сейчас я буду показывать, какую. Она у нас тоже бесплатная. Для этого я тут уже переоделаю свой базовый скин, у которого у меня уже есть ножки от нашей вумен. Теперь, ребята, давайте перейдем к нашему телу. Для этого заходим в раздел Head and Body и заходим в раздел Torses. И меняем тело на наше тело Дэнни. Где он у нас? Точнее, не Дэнни, а Дениса. По-моему, вот он у нас. Я ничего не путаю? Да, вот. Это то самое тело. Называется оно у нас Classic Male V2. Кстати, ребята, если вы когда-то смотрели меня, наверное, еще полгода назад, то помните, что Роблокс нам выдавал бесплатные скины. В том числе, это было тело вот такого енота. И, как видите, оно немного такое пузатенькое и тоже очень хорошо подойдет для нашего скина. Но если у вас его нету и вы начали играть только недавно в Роблокс, то воспользуйтесь моим первым вариантом. Ну а теперь заходим в раздел Рук. И нам с вами понадобятся руки от нашего персонажа. Сейчас я ей тут найду, нашу Лин-Лин. Где она тут? Все, наконец-таки нашла ее руки. Они у меня оказались в самом конце. Так, теперь заходим в раздел Left Arms. И находим нашу левую руку. И вот уже, можно сказать, почти скин готов. Но это еще не все. Теперь мы с вами заходим в раздел Heads. Так, Classic Head. И меняем голову на круглую. И теперь, ребята, осталось дело за немногим. Заходим в раздел Build. И делаем наш скин максимально широким. Так, сейчас. И, скорее всего, низким. Да, вот так вот, ребята, думаю, вполне себе неплохо. Уже хорошо. Теперь, ребята, чтобы приблизиться к нашему первоначальному образцу, мы с вами заходим в раздел Hair. И примеряем наши классические бесплатные волосы. Стандартные. Которые сюда хорошо вписываются. Лицо оставляем такое, какое сейчас на мне. Но вы можете всегда воспользоваться какими-нибудь другими лицами, если вам это не нравится. Я же оставлю его. Затем, ребята, заходим в раздел Clothing. И теперь, ребята, нам нужно на себя напялить как можно больше объемной одежды. Потому что она у нас, так скажем, скроет наше угловатое тело. И сделает его круглым. Ну и вот. Во-первых, давайте сейчас наденем на себя объемный топ. Я воспользуюсь вот такой вот футболкой бесплатной. Которую я недавно получала в игре The Mars. Если вы еще до сих пор не смотрели туториал на вот это большое количество. 12 бесплатных футболок вы можете получить в этой игре. То скорее бегите смотреть. Ссылочку оставлю на этот видос в подсказочке выше. Так, ну что ж. Надели эту футболку. Теперь, ребятушки, я хочу надеть на себя в разделе Outwear вот такой вот шикарный бомбер. Он у нас розового цвета. Тоже мы с вами получали его когда-то бесплатно. Но если вы хотите больше получать информации о классных бесплатных лимиточках и просто бесплатных вещах, то подписывайтесь на мой канал. Так, ну и теперь, ребята, давайте наденем какие-нибудь классические штаны. Заходим в раздел Classic Shirts и я, наверное, примерю... Classic Pants, извините. И я, наверное, примерю на себя вот такие вот розовые штаны из игры, которые до сих пор их, кстати, выдают бесплатно. Замечательно. Давайте теперь наденем какие-нибудь ботиночки бесплатные. Вот эти вот у меня есть. И уже, можно сказать, наш с вами скин готов. Вот так вот, ребята, он выглядит. Посмотрите. Ну, я считаю, что ничуть не хуже нашего первого варианта. Тем более за 0 робуксов. Еще, ребят, смотрите, есть вариант надеть вот такой вот классный худи под наш бомбер. Тоже мы его когда-то получали бесплатно в одной из игр. И я считаю, что он гораздо больше объема нам придает. Но, конечно, он немного так выпячивается из нашего бомбера. Так вот, ребята, все это дело у нас выглядит. Смотрите, какой у меня горк появился на спине. В целом, мне очень нравится результат. Давайте сейчас зайдем в сам каталог и посмотрим, как я смотрюсь на фоне остальных. Ну и вот так вот, ребята, я забавно смотрюсь на общем сервере. И считаю, что скин у меня получился ничуть не хуже. Ну а теперь переходим к последнему, третьему туториалу и скину в мини-стиле. Мы с вами должны в поиске найти вот эту игру. Ссылку на нее я оставлю также в описании к этому видео, так что можете переходить по ссылочке в ниже. Все, заходим в эту игру, показываю вам туториал. Смотрите, ребят, как только мы с вами тут прогрузились, наша с вами основная задача в этой игре найти 20 боксов. Вот, к примеру, первый уже находится вот на такой кофейной машине. Его мы забираем. Второй бокс находится вот в этом дереве в домике. И он спрятан прямо тут. Тоже его забираем. Следующий, третий бокс находится прямо под главным деревом. И вы его должны заметить. Он тут находится на видном месте. Все, летим мы с вами дальше. Следующий, четвертый бокс находится вот у этого розового дерева. А именно около дерева находится такой камень. И тут мы тоже в арке. Встречаем и наш четвертый бокс. Также его забираем. Следующий, пятый бокс находится вот у таких водных горок. Сюда мы с вами заходим на эту территорию и видим прямо под самой горкой здесь вот такой вот светящийся бокс. Его мы тоже с вами забираем. Следующий, шестой бокс находится вот в таком лесочке прямо около колеса обозрения. И тут же, рядышком у нас находится в болоте еще один седьмой светящийся бокс. Далее, ребята, восьмой бокс находится вот в этой арке. Но сейчас я вам расскажу один прикол. Смотрите, я его не вижу, но он тут есть. Поэтому я вам советую в эту игру играть с вашими друзьями. Хотя бы одного-два друга позовите. Потому что кто-то из них увидит по-любому этот светящийся бокс и даст вам ссылку на нее. И как только, ребята, вы сможете ее принять, в этом разберетесь, так только в том случае вы увидите этот светящийся бокс и сможете его забрать. То есть, ребята, советую вам играть в эту игру не в одного. Либо попросить кого-то на сервере кинуть вам ссылку на тот или иной бокс. Девятый бокс у нас спрятан вот в таких контейнерах. А именно в красном, вот в этом углу. Его мы тоже с вами забираем. Следующий, десятый бокс находится вот на этой площадке. Она прямо рядом. Смотрите, я тут тоже ее сначала не видела. Но потом мне мой друг скинул ссылку. И я сразу же увидела этот бокс и его также открыла. А одиннадцатый бокс находится рядом с нашим краном. На вот такой территории забираем тоже. Двенадцатый бокс у нас находится вот тоже на этой такой пляжной зоне за лежаками. Для этого снова мы спускаемся с вами в нашу зону. Нажимаем на Yes. И вот здесь вот за фиолетовым лежаком находится наш двенадцатый бокс. Забираем. Следующий, тринадцатый бокс находится за вот такими контейнерами. Фиолетовым и желтым. Забираем. Четырнадцатый бокс находится тоже у входа за вот такими желтыми зданиями. Здесь вы также можете видеть, что я его сначала не увидела. Потом я получила ссылку от друга. И как раз таки сразу же этот бокс появился. Я его открыла. Поэтому, ребят, еще раз повторюсь. Желательно, играйте в эту игру хотя бы с одним другом. Потому что что-то увидите вы, а что-то увидит он. И вы друг другу можете отправлять ссылки. Если же у вас нет друзей, то просто добавьте в друзья кого-то на сервере и попросите вам помочь. Пятнадцатый бокс также находится у нас в центральной зоне. Рядом вот с таким мусорным контейнером. И также с светофором. Ой, извините. Не светофором. С светильником. Шестнадцатый бокс находится прямо на верхушке крана. Здесь я также, ребят, смотрите, его сначала не увидела. Потом мне скинули ссылку и тут же моментально он у меня появился. Семнадцатый бокс у нас находится на верхушке вот этого здания, такой арки. Тоже его увидите. Или же у вас так же, может быть, как у меня. Изначально вы его не увидите, но после отправленной ссылки он у вас там же появится на месте. Все, летим за следующим боксом. Восемнадцатый бокс у нас находится в самом бассейне. Рядом вот с такими лесенками подъемными или вот там, где нужно прыгать с вышки. Все, туда бежим. Тоже забираем наш восемнадцатый бокс. И осталось еще два. Девятнадцатый бокс находится тоже вот у такого недостроя за оранжевым углом. Ну и последний, двадцатый бокс находится в кроне деревьев. Вот в таком гнезде. Замечательно, ребят. Все посылки собрали. Теперь идем дальше. Теперь, ребята, на финишной прямой очень важно снять с себя все полностью, кроме вот такого самолета на спину. Далее мы совершаем все те же самые действия, что делаю прямо сейчас я. У нас камера перевернулась вниз. Мы сразу же моментально переключаемся вот на этого дракончика. И вуаля, у нас произошел в баг системе, и мы перевалились за эту территорию. По-другому никак. Если вы сделаете все по-другому, то вы просто не сможете выйти за территорию этого здания. Ну а теперь, ребят, мы снова переключаемся на наш самолетик и летим под нашу карту. Здесь, ребята, вы увидите там такие точки. Это вот как раз таки то, что нам с вами нужно. Здесь мы с вами и будем сейчас получать нашего персонажа. Вот у этого красного стенда мы с вами сейчас получим нашу бесплатную вещь. Это будет такой прикольный аксессуар на голову. А вот у желтого стенда мы с вами сейчас выберем нашего персонажа. У нас тут как бы можно выбрать либо девочку, либо мальчика. Но для мини-скина нам нужен именно мальчик. Девочка не получится. Так что выбираем букву А и нажимаем на ОК. И все, ребят, как только мы с вами нажали на буквку ЕС, мы получили нашего персонажа все в инвентаре. Я нас поздравляю, вы большие молодцы. Мы все вместе большие молодцы. Выходим из этой игры и идемте уже составлять скин. Вот, ребят, смотрите, мы с вами получили нашего эльфика по частям. Сейчас давайте все вместе будем собирать в Роблоксе. Заходим. И теперь, ребята, смотрите, начинаем сборку нашего персонажа. И для этого, ребята, берем тело от нашего персонажа Сити Лайф Вумен. Все, мы уже стали меньше. Но это еще не все. Теперь нам нужно с вами поменять руки. И как раз-таки руки мы с вами берем от нашего персонажа Вумен. Они как раз-таки на мне сейчас уже представлены. Ничего менять не нужно. И теперь мы с вами переходим к ногам. И как раз-таки ноги мы с вами должны поставить от нашего Форест Эльфа. Все, меняем левую ногу. И теперь меняем правую ногу. Но и это еще не все. Теперь, ребята, мы с вами переходим в раздел Билд. И все ставим на минимум, чтобы наш персонаж был максимально миниатюрным. И теперь осталось дело за малым. Нашего персонажа одеть. Для этого я буду использовать все наши вещи, которые я получала ранее в играх. Где мы до сих пор можем получить объемную одежду. Потому что именно на нашего персонажа нужна объемная одежда. Обычная она не подойдет. Ну и давайте я, наверное, на себя примерю вот такую кофточку. Кстати, хорошо довольно-таки смотрится. Давайте зайдем еще куда-нибудь. Оденем вот такой вот жакет. Тоже недавно получали. Можете посмотреть мои предыдущие ролики. В общем, ребята, сейчас я все на себя примерю. И покажу вам конечный результат. И по итогу получился у меня вот такой вот персонаж. Мне безумно нравится, как это все смотрится. И, кстати, ребята, обратите внимание, что помимо всего прочего, помимо персонажа в этой игре, мы с вами можем получить вот так же такой аксессуар. Это такой забавный цветочек на голову. И вот так вот, ребята, я смотрюсь на фоне других ребят. Я зашла на общий сервер. И просто посмотрите, насколько я маленькая. Мне очень нравится этот скин, ребята. И всем большое спасибо за просмотр. И то, что досмотрели до конца это видео. Обязательно поставьте лайк. Мне будет очень приятно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok